Всем привет! На связи Хекслит, у микрофона Никита, и мы начинаем видеоурок, посвященный верстке текста. В этом видеоуроке мы разберем, что такое блочные и строчные элементы, вернемся к концепции вложенности HTML тегов, а также разберем все, что связано с HTML списками, их виды, как они верстаются и так далее. Стоит отдельно заметить, что тема верстки текста достаточно объемна, чтобы уместить ее в небольшой видеоурок, поэтому мы разобьем его на несколько частей, и сегодня мы начнем первую. Приступим! Для понимания того, как браузер выведет тот или иной элемент, нужно разобраться с понятиями блочных и строчных элементов в HTML. Представьте себе секцию шкафа и несколько коробок. Некоторые из этих коробок имеют ширину, равной ширине секции. И как мы можем расположить такие элементы? Только друг на друге. В концепции HTML такие элементы будут называться блочными. В прошлых уроках мы уже разобрали некоторые из таких элементов. Это были заголовки, списки, параграфы. Каждый из этих элементов всегда начинался с новой строки, и они никак не соединялись друг с другом. Важно отметить, в этом курсе мы говорим про стандартный вывод браузеровым HTML элементов. При изучении CSS вы сможете менять их отображение, так как HTML всего лишь размечает данные, но никак их не выводит. В противовес блочным элементам существуют строчные, или как их еще называют, инлайновые. Если представить их в виде коробок, то это небольшие коробки, которые можно расположить рядом друг с другом в секции шкафа. Их главной особенностью является то, что они не переносятся на новую строку, если для них есть место, и они не создают дополнительный отступ от других элементов, во всяком случае по умолчанию. В отличие от блочных элементов, строчные скорее являются дополнительным описанием текста, а не самостоятельной единицей. В качестве примера мы можем вспомнить ссылки из одного из прошлых уроков. Хоть ссылку и можно назвать достаточно самостоятельным элементом, но чаще всего она располагается внутри текста. Давайте перейдем в браузер и посмотрим на эту систему. Создадим параграф с текстом, который призывает перейти на страницу профессии на хекслете. Для этого используем уже знакомый парный тег P, внутрь которого вставим нужный нам текст. Слова «новую профессию» мы хотим сделать ссылкой, которая будет ввести на нужную страницу. Ссылка является строчным элементом. Это легко заметить, если добавить ее и перейти в браузер. Давайте сделаем это. Перейдем в браузер и посмотрим на результаты. Как вы видите, вокруг словосочетания «новую профессию» нет переноса строки. Ни в начале, ни в конце. Именно это определяет строчный элемент. Отсутствие переноса в «до» и «после». Ширина такого элемента равна ширине самого контента внутри тега, то есть в данном случае фразы «новую профессию». Параграфы же имеют немножко другое поведение. Они всегда будут занимать всю доступную ширину и тем самым создавать переносы «до» и «после» себя. Это произойдет даже если еще достаточно места для другого параграфа. Например, создадим несколько коротких параграфов. С небольшим текстом, например, «Привет». Продублируем его, сохраним и перейдем в браузер. Как мы видим, хоть места на нашей странице и достаточно, чтобы два раза вывести слово «Привет», но так как параграфы являются блочными элементами, то они по умолчанию будут иметь отступы сверху и снизу. В примере мы снова столкнулись с концепцией вложенности тегов. Но как это относится к блочным и строчным элементам? Вспомните, мы уже говорили о том, что не все теги можно вкладывать друг в друга. Здесь проще всего пользоваться правилом, что в строчные или инлайновые элементы нельзя помещать блочные. Здесь есть некоторые исключения и нюансы, но это тема для отдельного видеоурока. С блочными элементами же все немного сложнее. Зачастую их можно вкладывать друг в друга, но спецификация HTML накладывает некоторые ограничения. Про спецификацию рассказывать это тоже тема для отдельного урока, и пытаться ее сейчас понять не нужно. Достаточно пользоваться простым правилом, что нельзя вкладывать одинаковые типы элементов, во всяком случае текстовые, то есть заголовки в заголовке, параграфы в параграфы, списки в списке. Причем с вложенностью списка в списки главное понимать общую суть. Можно вкладывать списки в элементы списков, но нельзя вкладывать списки непосредственно в списки. Давайте перейдем в редактор и посмотрим, как это работает, и заодно изучим все типы доступных списков в HTML. Списки бывают трех видов. Нумерованные, маркированные и списки определений. В этом курсе мы уже встречались с нумерованными списками. Они определяются с помощью парного тега OL. По названию понятно, что основная суть нумерованного списка – вывод нумерации элементов. Это хороший способ описания четкой последовательности пунктов. Например, шаги, которые нужны для выполнения той или иной цели. Ну, или, например, рецепт вкусного блюда. Большинство же списков все же просто перечисляет пункты и не требует сохранения определенной последовательности. Для таких списков используется маркированный список. Для его создания достаточно просто заменить главный тег OL на OL. Таким нехитрым способом вы уже изучили два вида списка. Давайте заменим наш тег. Сохраним и посмотрим, как браузер выведет новый тип списка. Обратите внимание, что внешний вид списка особо не изменился. Единственное отличие – это маркировка элементов списка. Если раньше это были цифры от одного до определенного значения в зависимости от количества пунктов, то теперь это просто графический маркер. Самое интересное – мы можем вкладывать списки друг в друга. Причем эти списки не обязательно должны быть одного типа. Важно еще раз подчеркнуть, что вложенные списки создаются именно внутри элемента списка, то есть внутри тега Ли. Давайте рассмотрим вот такой пример. Что здесь есть? Нумерованный список из одного элемента, в данном случае HTML, внутри которого находится маркированный список из двух элементов – семантический HTML и доступность. Давайте перейдем в браузер и посмотрим, как это выглядит. Браузер вывел нумерованный элемент списка HTML, а под ним вложенный в него маркированный список. Чтобы отличить одно от другого, то есть вложенный список от невложенного, браузер сделал дополнительный отступ и изменил вид маркера. Такая вложенность может быть любой глубины. Можно внутрь вложенного списка вставить еще один вложенный список и так далее. Но будьте аккуратны. Большие списки тяжело поддерживать и видоизменять. Последним же типом списков являются списки определений. Он отличается от того, что мы уже изучили, так как имеет другой внешний вид и другую верстку. Но зачем же он нужен? Списки определений чаще всего используются для того, чтобы определить термин и его определение. Думайте об этом как о словаре. Технически мы, конечно, можем сверстать определения с помощью обычных списков или параграфов и так далее, но одна из самых сложных вещей в HTML – это правильная разметка элементов. Важно понимать, какой элемент перед нами и как правильно его сверстать. Давайте перейдем в редактор и посмотрим, как же правильно сверстать списки определений. Для создания списка определений используется следующий шаблон. Здесь используется уже три парных тега, и все они важны для такого типа списков. Обратите внимание на общий парный тег и напарные теги, указывающие термин и его определение. Вернемся к списку из прошлого примера и добавим после него определение семантического HTML и доступности. Сделаем это мы в рамках элемента li, так как новые термины мы будем описывать в контексте HTML. Теперь мы добавили пояснение, что такое семантический HTML. Это разметка с помощью семантических тегов и схемы орг. И что такое доступность, то есть разметка страницы для людей с ограниченными возможностями. Посмотрим, как браузер вывел данную разметку. Как вы видите, наш список определений, так как находится внутри элемента списка, то он также выводится на одном с ним уровне. Список определений имеет свой набор стилей, в данном случае сами термины выделяются жирным текстом. То есть, как мы видим, семантический HTML и доступность сейчас отделены визуально от их определения. А на этом мы заканчиваем первый урок, посвященный верстке текста. В этом уроке мы разобрали, что такое блочные и строчные элементы, снова коснулись концепции вложенности, а также изучили все доступные типы списков. Для закрепления материала в описании будет оставлена ссылка на домашнее задание, которое вы можете выполнять в CodePen или же на своем компьютере. То, как выполнять задание на CodePen, рассказано в уроке, посвященной HTML-тегам. Ссылку я прикреплю в описании к этому видео. А на этом все. С вами все еще был Никита, канал Хекслита, и верстайте вместе с нами. До встречи на следующих видео!